Всем привет, ребята! Понятия не имею, о чем будет расклад. Расклад будет, как пойдет в потоке. Смотрите, куда течет энергия, туда, куда течет внимание. Поэтому этот расклад будет для всех, кто внимательно будет смотреть его, во-первых. Во-вторых, для тех, кто подписан на мой канал, потому что вы как бы внимательны к моему каналу, следите за моим каналом. Всем, кто сейчас произнесет свое имя трижды и будет думать про себя, тоже этот расклад подойдет. Придется вам в пору, скажем так. Будем смотреть сегодня на дорог Леопатры. И не знаю, о чем. Просто не знаю, о чем. Вы сейчас думаете о себе. Каждый думает о себе. Кто больше концентрируется, для того будет больше расклад. Так вы знаете, да, действительно, мощные люди, физически мощные люди. Для них больше троих пробивают. Знаете, они пробиваются. Да, темнее. Так что, ребята, хватайте горячие пирожки. Смотрим про вас. Думайте о себе пронзить свое имя трижды. Итак, кто вы? Влюблены? Влюбленная женщина? Знаете, женщина – дар богов. Женщина на вес золота. Женщина – моментальная удача. Моментальная вообще. Женщина – одна на миллион. Настоящая женщина. Меня сейчас смотрят. И вы влюблены. А если вы мужчина? Меня смотрите. Дьявол. Здравствуйте. Здравствуйте. Ребята, мне уже нравится расклад. Я думаю, вам тоже нравится. Над ней колода еще и фокусник. Манипулятор. Кстати, фокусник здесь немножко похож на карту Дьявол. Ну, в общем, что я вам скажу. Вышла у нас пара. Да, двойка, хотя что пара. Пара, где он Дьявол, она Луна. И ту Спентакли. Ну, что скажу, это парочка на миллион. Это пара, то есть вы оба такие, да, друг друга стоите. Да, ребята. Ну, что ж, давайте будем работать с вашей энергией. Ну, мы явно сами маги. Посмотрим. Давайте я тогда будем смотреть на пару, раз так пошло. Смотрим на пару. Смотрим на эту пару. Итак, что сейчас между вами? Сила. Очень много энергии между вами. Во-первых, посмотрите, какие вы сами по себе энергичны. Он Дьявол, она Луна. Между ними Сила. Карта Силы – это тоже схожая с картой Дьявол энергия. Почему? Потому что огонь и огонь. Зверь и зверь. Страсть и страсть. Деньги и деньги. Война и война. Конечно же, по карте Сила выходят, и так как я не забываю про мага, который мелькнул, и вы видите, собственно говоря, на всех этих картах, они что-то держат в руках. То есть это люди Силы, это люди с каким-то жезлом в руках, с волшебной палочкой, с палочкой, из которой извергается огонь. Я не знаю, что это. Может быть, это свеча, как у меня. А может быть, что-то и посильнее. Так что, ребята, вы Сила. Вы в силе. Вы в силах. Вы в каких-то сильных местах. В местах силы. Или в структурах силовых. Бывают разные варианты. Между вами Сила, Страсть, Притяжение, Бешеное, Желание. Ось, Лев, Водолей. По карте Дьявол, Луна, это Козерог. Дьявол, Козерог. Луна, Рак. Сила, это Лев. Но также тут считывают всегда я Водолея. Естественно, что. Могут присутствовать здесь все земные знаки. По карте Туш, Пентакли. Меня могут смотреть и Девы, и Тельцы, кроме Козерогов. А по карте Двойка Чаш. Меня могут смотреть, кроме Раков, еще и Скорпионы. И Рыбы. Хотя Двойка Чаш, ребята, это карта, конечно же, Рака. Это 21 июня. И по начало июля. Это период Рака. Вот такие у нас вот пошли. Очень мощный расклад. Давайте посмотрим, что у вас было в прошлом с этим партнером. Девятка Пентакли. Была наработка энергии, и вы достигли какой-то определенной результативности. То есть к чему-то вы пришли, какой-то первый урожай собрали. По карте 9, по карте завершения цикла, это высшая цифра, номерологическая. Дальше нет. То есть это крайняя номерологическая цифра. Возможно, вы прошли какой-то цикл, какой-то период. Это может быть очень продолжительное время, может быть и не очень продолжительное время. Но как будто бы, знаете, как сезоны все успели поменяться. Сколько раз, ну, у кого-то здесь 9 месяцев, может быть, да, у вас отношения. А у кого-то 9 лет и больше. По-разному. То есть что-то вы уже наработали, какую-то ценность друг друга вы точно уже наработали. Девятка Пентакли – это карта самостоятельной единицы. Она не говорит, вы знаете, о семье, о детях. Она напротив говорит о самостоятельности, о свободе каждого отдельного индивидуума в паре. Поэтому, возможно, так вы себя сейчас и ощущаете. Что же вас ждет в ближайшем будущем в такой паре? Здесь пошел уже рассказ, да. Здесь будет теперь поподробнее, ребята. Те процессы, которые в вашей жизни приводили к бедности какой-либо. Не обязательно материальной бедности. К примеру, бедность во времени. Что это? Нет времени. То есть нет времени пообщаться, например. Не было времени пообщаться. Это будет рождать, порождать ревность. Зато, например, вы мало общаетесь с человеком. Он ревнует. Но на почве этой ревности он становится императором. Здесь, конечно, карта мужчины вышла. Он вам может не говорить, что ревнует. Он вам может не говорить, что ему не хватает вас. Но в будущем он это обязательно сделает. По рыцарю чаши. Так, это было для женщин, да, послание. Что женщины, знаете, что если вы мало общаетесь с мужчиной, все равно по какой причине. Да, вот может быть вы говорите, ну как же я там хочу, у него нет времени. Ну да, ладно, у него нет времени. Действительно. Но на фоне того, что у него нет времени, он ревнует. То есть, понимаете, да, это не у вас. Вы готовы общаться. Но у него нет, а он ревнует. Что вы там делаете? То есть даже если это он не может с вами больше общаться, а не вы, он все равно ревнует. Он выходит в императора через эту ревность. Я спросила, как же так, почему это так случилось, что он в императора вдруг вышел. Потому что вот все мечи, да, то есть он в чем-то обманывался, в чем-то обманывался и в чем в чувствах. То есть, например, тот непосредственно, например, не говорил вам о любви, не выражался в полной степени. А для мужчин, сейчас за мужчин, ну вот он фокусник и есть, видите. Мужчина наконец-то берет свою жизнь в свои руки, и женщина в этой паре тоже наконец-то берет свою жизнь в свои руки. Буквально здесь оба выходят на уровень манипулятора своей жизни, на фокусник, то есть что такое волшебник. Что хочу, то и есть. Что записал, то и сбылось. И все счастливы. Так, то есть мужчина здесь выйдет в императора в ближайшее время. Как мужчина будет относиться к женщине в ближайшее время? И как женщина будет относиться к мужчине в ближайшее время? Мужчина будет относиться к женщине как к императрице, а женщина к мужчине как к отшельнику. Ну что, девочки, мужчина, на который вы смотрите, вас любит. А вы видите его как отшельника? Ну, это в принципе хорошо. По отшельнику он вам верен. Да, что в принципе не может не радовать. И несмотря на то, что, видите, это карта императрицы и отшельник, но они сидят как будто бы императрица и император. Как будто они вот так вот рядышком. Да, себе можно было сдвинуть. Как будто вот рядом они сидят. Даже трон одинаковый. Хотя император вот. Вот он император. Вот император и императрица. Но какие-то они очень разные. А здесь пара даже, по-моему, смотрится очень даже ничего. Мужчина вам верен. Мужчина вас обожает. Вы для него императрица. А вы видите его как продуманного, как ограниченного, либо ограничивающего. Шива. Шива. Шива выходит у меня тут, ребята. Как Шива. Видите, он со змеей сидит. Ну, Шива, и выходит Шива. И Шакти. О чем я говорила. Он себя либо сам ограничивает, либо его ситуация ограничивает. В принципе, все прекрасно. Тут как бы нет каких-то тут супер-пупер, так скажем, прикольных вещей. По Деве отшли где-то Дева. Императрица это Телец. Такие земные знаки. То есть у нас вышел вот Телец, Дева, Козерог там был. Это стабильность. Знаете, это не фаер-шоу. Это не какие-то там страсти-мордасти. Это стабильные, хорошие отношения. Чего, конечно, ребята, я всем желаю. Будьте счастливы. Всех благ. Всего доброго. Если вы хотите свой личный Таро расклад, тогда посмотрите в комментарии или в описании под этим видео. Там мой номер телефона. Пишите, обращайтесь за своим личным Таро раскладом. Будьте счастливы. Всех благ. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok